Теперь давайте поговорим про то, как у нас будет устроена авторизация в нашем приложении. Здесь сразу стоит оговориться. Например, если вы пришли из PHP и знаете, что такое сессии, то данный подход здесь не будет работать. И сейчас я объясню почему. В случае сессии у нас есть несколько страниц, и каждый раз при переходе на новую страницу или открытии какого-то пункта меню, мы с вами обновляем страницу. Тем самым у нас есть определенные сессии. Но в данном курсе мы с вами будем разрабатывать, во-первых, приложение, используя REST API, и мы будем с вами разрабатывать со стороны клиента Single Page Application. Это означает, что это одностраничное приложение, которое действительно состоит из одной страницы. Все остальное оно динамически генерируется с помощью JavaScript, и по факту мы получаем такое, что мы ни разу не обновим страницу. И тем самым в сессиях нет никакого смысла. При этом, опять же, REST API, который отправляет запросы, и он не поддерживает сессии. При этом нам каким-то образом нужно понимать, как выстраивать авторизацию, то есть смотреть, за логином ли сейчас пользователь или нет, можно ли ему получить эти данные или нет, и так далее. Для этого я нарисовал данную диаграмму. Она, опять же, немного упрощенная, но при этом я надеюсь, что я смогу на ней пояснить, как все у нас будет устроено. У нас в первую очередь есть клиент, то есть это у нас браузер, и конкретно это у нас будет Angular 5. И, допустим, мы с вами отправляем запрос на логин, то есть вот эта стрелочка. Данный большой блок, который находится справа, это у нас сервер. И внутри сервера у нас, как я уже говорил, будет как основа Express, который обработает данный запрос. То есть он обработает, что, окей, пользователь хочет залогиниться с определенными данными. Express обработал данный запрос, и после этого мы все отправляем в Passport.js. Passport.js – это дополнительный фреймворк, который позволит нам довольно-таки просто реализовать систему авторизации. Помимо с Passport.js мы будем использовать дополнительную стратегию, которая будет называться Passport.jvt. Конкретику пока мы не будем разбирать. Мы будем разбирать ее, когда мы будем все это написать на коде. Пока что просто стоит понимать, что здесь будет два блока, которые будут отвечать за авторизацию. Они же в свою очередь проверят правильность логина и пароля, проверят все это через базу данных. И если все будет корректно, то в таком случае два этих блока, они генерируют нам определенный токен, который написан здесь. То есть они возвращают обратно Express токен. После этого Express и вообще весь бэкэнд, он отправляет обратно клиенту некоторый токен. Что такое токен? В токене это просто какая-то шифрованная строка, в которой будет содержаться некоторая информация по тому клиенту, который получил или сгенерировал данный токен. То есть там будет возможно email пользователя, там будет имя. И также, что важно, там будут данные, которые будут говорить, когда этот токен закончится. То есть когда он перестанет быть валидным. В нашем случае мы скорее всего будем передавать токен, который будет действительно всего лишь один час. То есть для того, чтобы оставаться в системе и работать с данной системой, нам нужно будет каждый час перелогиниваться, потому что это определенная защита. Но что клиент будет делать с данным токеном? То есть он получил, там будут зашифрованы данные, при этом нам нужно как-то с ним будет работать. На самом деле все довольно-таки просто. Любые запросы, которые мы будем отправлять к серверу, они будут содержать себе, вот эта стрелочка, они будут содержать себе специальный хедер. Авторизайшн хедер, в котором будет содержаться как раз-таки тот токен, который мы с вами получили с сервера. И сервер в первую очередь, перед тем, как отправлять данные обратно к клиенту, он будет проверять нужный хедер. И смотреть, если в нем токен забит валидный, который позволяет работать клиентам с определенными запросами, в таком случае сервер будет отправлять данные. Если же токен будет неправильный или вовсе будет отсутствовать, то в таком случае сервер вместо того, чтобы отправить данные клиенту, будет отправлять ему ошибку, которая будет заставлять клиента залогиниться в систему. И в принципе, такой подход мы будем с вами использовать в данном приложении.